В лихие 90-е первой половине нулевых кикбоксинг был не менее популярен, чем ММА. Все благодаря японскому промоушену К1. Были там бойцы и стран экс-СССР. Самый заметный белорус Алексей Игнашов. Талантивший спортсмен, кстати, одним из величайших. Но так ни разу не выиграл Гран-при К1. Если выбирать сильнейшего кикбоксера СНГ за все время, Игнашов будет в топе претендентов. Возможно, даже главным фаворитом. Родившись в Минске 18 января 1978 года, он с юности решил связать свою жизнь со спортом. Так что поступил в Белорусский государственный университет физической культуры, где отучился под специальности тренер по восточным единоборствам. Однако Алексею не хватало чего-то по-настоящему увлекательного. Так продолжалось до тех пор, пока однажды он не увидел по телевизору Бэйму Айтай. Начав заниматься тайским боксом, в 1994 году Алексей уже в 1998 провел свой первый профессиональный поединок. Он победил легендарного голландца Реми Баньяцки по очкам. Радость от победы была подпорчена тем, что противник жесточайше отбил ему ноги. На следующее утро ноги Алексея опухли так, что спортсмен едва мог надеть джинсы. В 1999 году великий голландский кикбоксер Роб Каман решил завершить карьеру. И для своего прощального боя убрал Алексея Игнашова, хотя тот провел лишь два профессиональных поединка. Встреча прошла на родине Роба в Голландии, на шоу и шоу тайм. Разница в возрасте была приличная. Робу исполнилось 37. Алексею был 21 год. В первом раунде Роб улетел на настил от отличного удара в голову. Нокдаун почему-то не отчитали. Более того, по словам Алексея, когда он попал противнику коленом, бой остановили. Реферий запретил ему почему-то бить коленями. Хотя по изначальной договоренности это было разрешено. Ветеринар держался достойно, но по поединку было видно, что ему сложно противостоять более молодому и заряженному на победу оппоненту. Тем не менее, голландские судьи отдали победу своему земляку. Неожиданно после объявления результата, сам Каман знаками показал, что не согласен с таким решением. И поднял руку Игнашова. А после награждения передал свой кубок белорусу, признавая таким образом его победу. Судя по реакции публики, такой благородный поступок лишь поднял и без того немалый авторитет Роба на недосягаемую высоту. За свою карьеру в К1 Алексей не раз пресекался с ударниками первой величины, чьи имена знают все любители кикбоксинга. Одним из них был Петер Айерц, по прозвищу Голландский лицоруб. Причем с именитым голландцем Алексей до сих пор связывает многолетняя дружба. Но несмотря на дружбу, в профессиональном плане мужики были друг другу беспощадны. Например, на турнире К1 в Японии в 2002 году Петер Айерц проиграл Алексею по очкам в 5-раундовом поединке. Зато в следующем году он вернул должок, раскрытавшись с Игнашовым за свое поражение. В 2003 год под белорусский каток попал Бадар Харри. По-юношески сухой Бадар отлично боксировал и даже умудрился пробить удар коленом в прыжке. К счастью для Алексея, ему удалось поймать противника и сбросить его на землю. Проблемы у Харри начались в третьем раунде. Сначала Алексей жестким лоу-киком в голень отправил противника корчиться от боли на настил. А немного погодя, он поймал Бадара на ударе коленом. Пробил прямой в корпус, отчего противник упал и проиграл бой. Бадар проявил свой гнилой характер. Начал изображать, что ему попали в пах, хватаясь за причинное место. Однако на повторе было видно, что удар, нанесенный Игнашовым, никак не мог попасть в эту область. Судьи решили так же. И победителем справедливо был объявлен Беларус. В том же 2003 году Алексей пересекся с белым носорогом, Майком Бернардо. Игнашов сразу начал прикармливать ногу Майка лоу-киками, защитой которых у носорога всегда были проблемы. Во втором раунде, хорошо зацепив ударом в голову справа, Алексей пробил акцентированный лоу-кик, после которого Майк уже не мог встать. В 2004 году Игнашов встретился с небоскребом. Своё прозвище Сэмми Шилл относил не зря. Ему даже приходилось драться в перчатках большого размера, 12 унций. Хотя все остальные боксировали в 10-унцевых перчатках. Но в десятки его руки просто не влезали. Бодро поедя вперёд, Сэмми налетел на встречный прямой и упал на настил. Лёха не стал жать лучшего шанса и набросился на противника серии ударов, добив коленом в голову. Был в карьере Игнашова и очень показательный бой с точки зрения ответа на детский вопрос. Кто победит, боксёр или кикбоксёр? В 2004 году на шоу Гран-при К1 в городе Нагое Алексей встретился с профессиональным боксёром Артуром Уильямсом по позвищу Король. Не стоит думать, что Артур был неопытным бойцом. Список из 47 побед, из которых 30 были добыты нокаутом, и поиск чемпиона мира по версии IBF говорит об обратном. Тем не менее, на ринге Уильямс смотрелся словно мальчик для битья. Непонятно, готовился ли вообще Артур к бою против тайского боксёра, но лоу-кик, сбивающий с ног, он получил буквально на первых секундах боя. Почти сразу прилетел второй сносящий лоу-кик, и Уильямс снова оказался на настиле. При этом видно, что у него нет наработанного навыка защиты ног. Это, собственно говоря, неудивительно, профессиональному боксёру такой навык не нужен. В бою можно было увидеть, как человек, мастерски владеющий одним навыком, пытается прямо в процессе перестроиться. А Артур начал следить за ногами противника и пытаться сблизиться, спасаясь от лоу-киков. Но сложно за минуту выучить то, что забивается в рефлексы десятками боёв. Засмотревшись на нижний уровень, Уильямс получил с ноги в голову, и тут же убойный лоу-кик, закончивший сбиение. На что рассчитывал Артур Уильямс, не выучив на уровне рефлексов хотя бы защиту от ударов ногами? Непонятно. Было в истории Алексея путешествие на чужую территорию. Он провел три боя по ММА, под эгидой К1. Из трёх боёв по ММА один был признан несостоявшимся, один Алексей проиграл по очкам, один же выиграл. Бой прошёл в 2004 году и закончился за 22 секунды. Оппонентом стал Стив Уильямс по прозвищу Доктор Смерть. Легенда рестлинга, видимо ни разу не бившись с ударниками, пошёл на сбежение для броска, за что и был наказан ударом с колена в голову. Поднялся и был забит ещё несколькими ударами коленей. Если учесть, что профессиональная карьера Уильямса началась и закончилась этим боем, становится очевидным, что ММА – это не его призвание. Алексей получил во многом известность за счёт своих мощнейших ударов коленями, которые он активно использовал для победы в боях с такими гигантами, как Николас Петтас и Картер Уильямс. Игнашова считали одним из самых талантливых кикбоксёров на планете. До мая 2016 года он был единственным человеком, которому удалось отправить нокаут Сэмми Шилта. Свой никнейм Игнашов получил благодаря наличию нашивки на его трусах в виде красного скорпиона. Также во многом такое прозвище Беларусь получил ещё потому, что нокаутировал своих оппонентов с одного удара. То есть бойцы падали, как жертвы скорпиона, погибающие от его жала. Мужики, спасибо за просмотр. Если считаете, что история получилась короткой, то не забывайте, что размер не имеет значения. Также не забывайте, чтобы вы попались на лайк-бар. Так что поставьте палец вверх и пишите комментарий. И самое главное, не забудьте отправить дяде Диме парочку шекелей. Ссылки на донаты в описании и закреплённом комментарии. На сегодня всё. Берегите себя, своих близких. До свидания.